В эфире еда живая и мертвая. Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Наедаться на ночь вредно. Об этом знают все. Но что делать, если кушать очень хочется? К счастью, наука знает некоторые продукты, которые можно съесть и перед сном. Ничего страшного. Ну, конечно, не такие, а те, которые будут скорее полезны, чем вредны. Еда перед сном должна быть. То есть после шести есть можно. После шести есть нужно. Это очень хорошо для здоровья. Конечно же, там есть небольшие секреты. Да некоторые люди действительно не могут ложиться спать на голодный желудок. Просто физиологически, если так сказать, сосет под ложечкой, человек плохо засыпает. И здесь небольшая доза каких-нибудь продуктов, которые достаточно хорошо усваиваются и тем более даже могут способствовать сну, она вполне допустима. Президент Межрегиональной ассоциации специалистов по сну, сомнологов Роман Бузунов, профессор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Алла Погожева, а также диетологи Сергей Обложко и Керри Ганс не только назвали нам конкретные продукты, но и определили основные принципы поздних перекусов. Малая калорийность, небольшого количества какого-то одного продукта будет вполне достаточно. Есть надо как минимум за час до сна. И еще стоит выбирать такую пищу, в которой содержится аминокислота триптофан. В организме она превращается в гормон сна мелатонин. Идеально этим условиям удовлетворяет, например, кефир. Его дружно назвали лучшим вечерним продуктом все опрошенные нами эксперты. Он хорошо влияет на микрофлору и успокаивает кишечник, а также дарит чувство сытости, ведь в кефире содержится белок. Есть кальций, который успокаивает на ночь и считается, что как раз обмен кальция, вот хрона, так сказать, суточные колебания кальция, как раз именно в вечерние часы. То есть кальций будет усваиваться лучшим образом. И затем калорийность небольшая. Конечно, здесь нужно предпочитать кефир небольшой жирности. Вот это вот исключительно, значит, где-то должно быть полтора, один процент, полтора процента. Одним только кефиром. Можно и наесться, и напиться, и ко сну подготовиться. Но если этот вариант вам не нравится, впереди еще четыре других. Например, есть хорошая новость для тех, кто не мыслит вечера без куска мяса. Белковые продукты, оказывается, лучше всего употреблять именно в вечернее время. А идеальным для сна считается мясо индейки. Это очень низкокалорийное, при этом сытное мясо, которое содержит достаточно большое количество белка в маленьком объеме. Дает хорошее чувство сытости. И потом еще желудок какое-то время это переваривает, что немножечко ускоряет наши обменные процессы. Питание вот такими нежирными белками до 30% может ускорять обменные процессы, что очень важно, если у человека по каким-то причинам в организме обменные процессы замедлены. Поэтому смело ешьте индейку на ночь в отварном или запеченном виде, но не более 80 граммов, чтобы не превысить позволенную вечернюю калорийность. Фрукты тоже могут быть отличным вечерним перекусом. Это в первую очередь яблоки, но лучше не сырые. Печеное яблоко лучше усваивается. Некоторые просто не могут есть сырые яблоки из-за того, что много там органических кислот. Вот когда вы даже разрезаете яблоки, оно начинает чернеть. Говорят, что это из-за того, что там много железа. Ничего подобного. Это из-за того, что там много органических кислот. И если эта кислота поступает в желудок, и у человека предрасположенность к продукции кислого желудочного сока, то, соответственно, это может повышать кислотность и вызывать изжогу. При термообработке эти органические кислоты становятся несколько мягче воспринимаются организмом. То есть яблоко меньше вызывает отделение печеное желудочного сока. А кроме яблок, хороши на ночь еще бывают вишня или черешня. В этих ягодах, как и во всех продуктах нашей пятерки, много того самого триптофана, помогающего заснуть. Главное – соблюдать меру. Мы даже подсчитали условную цифру, через которую не рекомендуем переваливать. Нужно съедать не более 17 ягод за один раз. Единственное, что она еще нескольким очагодным эффектом обладает. И, может, в туалет несколько чаще вставать будете, особенно если полкилограмма этой черешни съедите, потому что это просто лишняя вода. Это же соображение касается и других видов фруктов, которых, конечно, как и всего остального, не надо есть на ночь слишком много. Мочегонного недостатка, к счастью, лишены орехи, среди которых для вечера лучше всего подходит миндаль. Ну, опять же, триптофан, да? Но миндаль еще содержит магний. А магний – это тоже микроэлемент, который понижает возбудимость нервной системы и улучшает качество сна. Единственное, что это очень калорийный продукт, и желательно съесть не больше 30-40 грамм миндаля на ночь. Да-да, от орехов вполне можно растолстеть, ведь в 100 граммах миндаля содержится более 600 килокалорий, а норма для всей еды у среднего человека за целый день – 2000. Вот совет от модного американского диетолога Кэрри Ганс. Что касается количества орехов, я всегда рекомендую своим пациентам – возьмите маленький стаканчик, стопку. Напалните ее миндалем – это и будет ваша порция. Но можно и меньше. Вот президент Обама, например, каждый вечер съедает по 7 миндальных орешков. Каждый вечер и только 7 штук. Это очень хороший самоконтроль. Наш совет – будьте бдительны. Начав есть орехи, остановиться трудно. Если чувствуете такую опасность, лучше отложить этот перекус на утро. Вполне безопасно съесть вечером немного цельнозерновых хлебцев. Именно таких, а не просто кусок белого хлеба. Там содержатся витамины группы В, в частности, В6. А недостаток витаминов группы В практически гарантированно ведет к бессоннице. И, соответственно, если мы будем добавлять и витаминные группы В, и триптофан, то это потенциально улучшит качество нашего сна. Цельнозерновые какие-то продукты, содержащие большое количество клетчатки, они дадут хорошее чувство сытости. Плюс к этому клетчатка обладает таким адсорбирующим эффектом. То есть в кишечнике она забирает оттуда все нехорошие вещества, все токсины. Поэтому съесть продукт богатой клетчаткой перед сном – это хорошая идея. Но тут тоже стоит помнить про калорийность. Она здесь даже выше, чем у обычного батона. Так что 1-2 хлебца и достаточно. Итак, подведем итоги. Кефир, мясо индейки, миндаль, печеное яблоко или горсть черешни – цельнозерновые хлебцы. Вот те продукты, которые не только не страшно съесть на ночь. Это даже полезно. Напоминаем, что-то одно из перечисленного, а не все сразу. И вот тогда сон будет легким и приятным.